Добрый день всем дорогим моим подписчикам, зрителям, любителям и знакомым. Дина, тебе привет особый. Ты просила показать, как обрабатывать почву. Чем? Вот если можно брать свою землю, которую приготовили заранее с осени, можно купить в магазине готовую. Но в готовую землю я добавляю вермикулит, мне очень нравится, для рыхлости, чтобы корни дышали, агроперлит. И вот у меня нет сейчас показать, а мне очень понравился кокосовый субстрат. Очень понравился. Его в брикетах мы обязательно купим. И вот сажали в улитку, потом подсыпали вот этот грунт, и прям изумительно рассада стала себя чувствовать. Веселенькая, зелененькая. То есть почву нужно обязательно добавить в компоненты разрыхлители. Даже и в магазинную, потому что смотря какую землю ты купишь. Или универсальную, и все остальные. То есть в любую почву, если вы добавите вермикулит и агроперлит, или просто перлит обычный, то хуже не будет. Вот. Теперь, значит, для обработки можно простым способом марганцовкой. Сейчас ее продают в садовых центрах. Пожалуйста, развели, бледно-розовый раствор пролили, потому что землю нужно обязательно, чтобы она была влажной, увлажнить, постоять. Свою домашнюю землю я заселяю почерными бактериями полезными. Это вот Байкал-М. Но я его обязательно развожу в пятилитровую баклажку, наливаю воды теплой, варенье ложку, две, сколько у меня осталось, вон банку пополоскала, и она немножечко постоит. Это получается маточный раствор. Этим раствором можно проливать землю, и бутылка хватит надолго, и сюда потом можно уже доливать, он еще постоит, то есть разводятся микробы. Здесь написано, что молочнокислые микробы, фотосинтезирующие бактерии, в общем, которые быстро-быстро перерабатывают землю в гумус. Вот, теперь можно фитоспорин. Фитоспорин разводится, делается тоже маточный раствор, то есть обязательно вот так вот нужно этикеточку приклеить на бутылку, чтобы дети не выпили, не подумали, что это лимонад. И здесь же инструкция, вот так, в любое время можно открыть и прочитать, то есть как разводится маточный раствор, а потом добавляется 1-2 столовые ложки на литр, и то же самое проливается земля. Теперь сейчас новомодные всякие штуки продаются, я тоже купила вот аллерин в таблетках, вот такого вида еще аллерин, гомаир тоже в таблетках. Но тут все, соответственно, инструкция. Что, клади это? Ну, ем, ем. Все по инструкциям. Вот. Новый вот фитоспорин такой, а сейчас новый фитобактерин для защиты растений от бактериальных заболеваний. То есть, да, там бабушка. Этим раствором тоже самое разводится, делается маточный, и потом и поливается рассада, и земля, и просто земля обрабатывается, и уже растения, которые растут. Вот сейчас кто что купит. Биологический фунгицид, это безвредно. И вот такой инсектобактерин, тоже споры, даже добавление янтарной кислоты для развития корней. И вот суперсредство триха, дерма вериды, тоже защита от болезней растений. Тоже можно и землю обрабатывать, и рассаду, и инструкция вся тут есть. То есть, каждый должен для себя выбрать, что ему понравится, что ему по карману, что по душе, как чувствуют его растения. Можно ничем не обрабатывать. Сейчас все обрабатывают, потому что, говорят, земля заражена. Много лет мы не обрабатывали ничем, и не было ничего вот такого. Ну, хотя марганцовка была всегда, марганцовкой, наверное, проливали. И фитоспорин уже давно. Это мы теплицу, наверное, проливали. Да, марганцовкой теплицу, когда мыли, землю проливали. А грядки на улице ничем. Я думаю, что снег сделает свое дело. Все дезинфицирует, вымерзнет, все прольет, и бактерии там разведутся, и полезные должны убить. Все неполезные, все вредные. Вот. Потом был вопрос, чем ты поливаешь уже рассаду. Ну, вот я сейчас и сказала, что рассаду можно поливать уже вот этими вот, вот, вот. Это и для рассады. То есть и для земли, и для рассады ты это используешь. Да. Это вообще для защиты растений. То есть можно и рассаду, и уже в процессе. Даже из триходерма верда делают полезные зерна замачивают. И потом под каждый корень несколько зерен кладут. Я такой не занимаюсь фигней. Так вам скажу честно по-русски. Я потом разведу и пролью. Вот. А когда рассаду, можно тоже марганцовкой, но опасно. Марганцовку нужно слабый-слабый раствор. И потом земля, мне кажется, все-таки закисает от марганцовки. То есть я не практикую марганцовкой. Лучше фитоспорином. То есть фитоспорин, он с добавлением гуми. Можно отдельно развести гуми. Ну, тут вот написано, но у меня есть и гуми тоже. Вот. Маточный раствор. То есть пакет я развела. Вылила в бутылку. И теперь по столовой ложке на литр добавляю и поливаю рассаду. Это уже не обработка. Это уже подкормка. Вот. Так что, пожалуйста, пользуйтесь. Кто, у кого есть желание, кто чем. То есть все равно все приходит с опытом. Просто так человек вот взял и сделал, так не получится. Это нужно с чего-то начать. Попробовать что-то одно, потом другое. Может быть, пойдет сразу. Но вот разрыхлители в землю добавить, я считаю, что обязательно нужно. Обязательно перлит, вермикулит и кокосовый субстрак. Ну, и ты землю покупаешь. Огурцы сажаешь в огурцы земля, помидоры, перец, помидоры. Да, но я и с осени свою заготавливала. И стараюсь землю, да, потому что землю для огурцов, там побольше азота. Огурцы любят азот. А для помидор и перцев и баклажан, там фосфор и калий. Поэтому там земля пожирнее. И лучше, конечно, купить уже конкретно землю для этих овощей. Культур. Да, культур целенаправленно. То есть специально делают такую землю. Вот. Некоторые, если мало нужно рассады, то пропаривают в микроволновке, в духовке. Не пользуются вот этими всякими. Ну, это не вредно. Это все такое натуральное, безобидное. Вот. Поэтому, вот, все, что я хотела вам сказать. А теперь пока. До следующей встречи. Всем пока-пока. Пока.